С вами Юджин, и сегодня мы продолжаем играть в Man of Medan. На очереди у нас жутики всякие, жести, апсирушки, конечно же, разумеется, и много-много вопросов. И надеюсь, что минимум ноль, ноль смертей среди наших героев. Они, кстати, все встретились, наконец-таки. Мы получили с вами подсказку от ведущего, который сказал, что тут завешана, возможно, политика. Какое-то зло, в буквальном смысле. Надо успокоиться и постараться мыслить трезво, ладно? То, что я видела... Короче, там были трупы. Трупы солдат, они были вполне себе мертвые, но потом вдруг ожили и... Знаешь, я бы сказал, звучит не так уж и безумно. Там был еще один Алекс. В каком смысле? Там ходили какие-то чудища с его лицом, с лицом Алекса. Это было ужасно. Может, это твое подсознание говорит, что я тебя, типа, подавляю? Я знаю, что видела, Алекс. Не может все это происходить. Ну, пусть что-то одно. Но не весь этот бред сразу. Слишком много совпало. Тут явно какая-то херня. В чем мы можем быть уверены? Что реально? Где золото? Что? Это корабль... Это корабль-призрак. Я долбанулась, или это корабль-призрак? Вот и я хотел сказать. Мы не первые, кто видит здесь чертовщину. Караульные до смерти испугались чего-то странного в грузовом трюме. А где команда? Что произошло на этом корабле? Что здесь произошло на самом деле? Без понятия. Газета была от 47-го года. Так, подозрение. Странное это место. Где золото? Давайте спросим, где золото. Почему бы нет? Видели золото? Что-нибудь? Пора признать, что никакого золота тут нет. Раз мы не нашли. А вы типа везде смотрели, где команда? Что случилось с экипажем? Куда все делись? Тут повсюду пахнет смертью. Как в могиле. Так откуда все эти трупы? Они выглядят так, будто умерли от страха. Мы знаем больше, чем раньше. Это уже кое-что. Мы тратим время. Надо действовать прямо сейчас. Пора отсюда сматываться. Без крышки трамблера мы далеко не уйдем. Дюк не заведется. Погодите. Тут же наверняка есть радиовышка. Я что-то не понял. Это тупые диалоги или что происходит? Здорово, но ты уверен, что она еще работает? Нужно как-то туда подняться. У вас не было ощущения, как будто идеологи кого-то по-тупому нарезаны, что ли? Прямо аж взбесило. Что за кал? Внезапно какие-то... Надо валить с корабля. Ну да. По-моему, мы, короче говоря, полные задницы. Окей, ладно. Плюнем на это. Фиг с ним. Странно просто. Это сейчас все было. Вся сцена была очень странная. Какая-то кривая и непонятная. Смонтированная по-тупому. Может, из этих орудий и сбили тот самолет? Итак. Чтобы нам выбраться отсюда. Я вот не знаю, насколько... Это, наверное, очень высоко отсюда пытаться спрыгнуть в нашу шлюпку. Это бред. Лучший способ, мне кажется, это попробовать вернуться обратным путем. Потому что если... В принципе, могли бы, мне кажется, спокойно. Потому что если Бред с самого начала прошел и дошел до них... То... И он даже не встретил никого. То есть, по сути, он мог выжать спокойно. Я имею в виду никого из... Там кто-то стоит наверху, нет? А, нет. Это был спасательный круг. И никого из пиратов не встретил. Поэтому мы, в принципе, могли бы пойти. Это лучший, мне кажется, вариант. Нет, но мы будем, конечно же, ходить в новых местах. Куда нам нужно пойти-то? Увы, нет, но... Я буду искать. Ну, конечно, ты будешь искать. Я знаю, как вы... Вы во всех играх ищите. Все вспомогательные персонажи ищут выход. Ищут его усиленно. Эй! Мне нужна помощь. По факту они просто врут. Тут мы сможем подняться. Подсади-ка. Она сильная. Я помогу. Знаете, что я думаю? Я чуть-чуть погромче себе сделаю звук. Дабы страшнее стало мне. Попробуем так поиграть. Давай, Алекс. Ну, как-нибудь побыстрее. Ну, иди побыстрее. Ну, что ты мечтят и, Алекс. Я не понимаю. Оно как-то не работает. Ну, конечно. Сейчас кто-то будет стоять, да? Ну, кто-то будет стоять здесь. Нет. Молодцы. Или я тоже может что-то увидеть. Потому что музыка-то играет. Сюда. Найн. Открывай. Тут можно пройти. Ага. Отлично. Там кто-то есть? Нет. Это просто дым. А где все ребята? Куда делись? Нет. Я хочу посмотреть, что за дымок. Давай, иди. Что там за пропасть? А. Туда тупо нельзя даже посмотреть. Погодите. Где все? Куда все делись? А, вот они стоят. Брэдли, где твой противогаз? Это не тот Брэдли? Это ложь? Это лже-Брэдли. Вы нашли радио? Нет. Это радио на корабле должно быть. По-другому быть не может. Они уже рассортировались. Ценим и невысоко. Спасибо. Спасибо, Брэдли. За оценку шансов. Что-то тут не так. Если идти в Сан-Франциско, то не таким же маршрутом. Как будто пытались отвести всем глаза. Типа прятки? Только в океане. Хм. Какие у нас качества? Альтруизм, хитрость, агрессия, спокойствие. С Брэдом мы... Такие... Я не помню. Это ни о чем не говорит, если честно. Все вот эти вот параметры. Я слышу радио. Прямо как в Сайлент-Хилле. Корабль снесло с курса. Была сильная облачность. Они не знали, где находятся. Да блин, надо держать. Заметки. Главное управление ВМС США. Сильные штормы ушли с курса. Сообщается затопление в грузовом отсеке номер два. Многочисленные удары молнии. Дрейв на мелководье. Местоположение неизвестно. Отсутствует информация о рельефе морского дна. Установить глубину невозможно. Час тридцать два. Начать поиски члена экипажа, выпавшего за борт. Час сорок. Поиски прекращены. О, пипец. Час сорок один. Плотная облачность. Установить местоположение не удалось. Флис стоит очень стрёмно как-то. Радио. Оно работает. Смотрите. Не может быть. Оно до сих пор работает. Старые радиостанции мало отличаются от современных. Если подключить к сети. Сейчас попробую. Ну че, давайте пробовать. О, работает. Номерная радиостанция. Военная частота. Попросим помощь. Эй, эй, меня кто-нибудь слышит? Алло. Принято. Прием. Охренеть. Есть контакт. Ага. Так, это очень срочно. Указание. Наши координаты. Если вы слышите, мы на старом грузовом корабле. Наши примерные координаты. 12-30 южной широты. 151-20 западной долготы. Пожалуйста, мы вас ждем. Нужна помощь. Повторите. Повторите. Прием. Так, тревога. Мы на грузовом. Это очень срочная тревога. Мы на грузовом судне. Большом, заброшенном. Алло. Алло. Вы меня слышите? Ну же, прием. Да ладно. Твою мать. Вот оно как, значит, да? Да? Гляньте сюда. А в чем прикол? Что там? Куда-то же этот путь ведет. Надо попытаться включить электричество. Нам нужно включить радио. Кто-то из нас должен остаться здесь, возле радио. Пойду я. Разумеется. Я все сделаю. Идти должен я. Серьезно? Ты? Да ладно. Что, испугался собственной тени? Испугался, что мой тупой брат убьется. Давай, покажи мне братскую любовь. Ну, ээээ... Я бы Брэль и туда послал, мне кажется. Если ты хочешь, я в тебя верю, бро. Я тоже иду. Эй, что? Джулия, нет. Ты не охранник. Я о себе позабочусь. Эй, эй. Раз Джулия сказала справиться, то справится. И точка. Ну что, Джулия, ты и я. Да что произошло, блин? Почему диалоги так странно звучат? Так, хорошо. Попа сдохнут. Вы слышите это? Что происходит? Я не понимаю. Они говорят как... Нельзя как сказать, чтобы не обидно звучало. Кости целы? Все на месте? Все целы? Мы в норме. Нормально. Что будем делать? Надо понять, где мы. Ладно. Мы будем ждать у радио. Ну, пошли. Не идет. А, все. Спасибо. Это, видимо, нижний уровень корабля. Степ. Степ. И мы зайдем сюда. Пошарим. Доклад офицера медицинской службы. Встреча ученого Икс. Как будто супергеройские темы какой-то. У Уолтера Бишопа и старшего полномочного, я так понимаю, возможно, Тома Палмера. Я просто не силен в военных званиях и так далее. Сержант Питер Вуд наблюдает и за встречу с нашей командой и говорит, что мы можем научиться друг у друга. Того же. Западный мир должен быть защищен от... Соединенным Штатам известно, что определенные агентства изучают ведение химической и биологической войны. Наши действия ограничены. Женевским протоколом. И хотя эксперименты мы не можем, что все очень бредово. Описывает исследования, проходившие во время. В них испытывалось действие на людей галлюциногенов с кристаллической структурой... А-а-а... Под кодовым названием Манчурское золото. Химические боеприпасы в бою. Очень быстро стало. Даже относительно кратковременно. Вызывает сильные галлюцинации людей. Очень убедительно. Подопытные видят и слышат то, чего нет на самом деле. даже было сразу много опасных факторов сильнейший ужас вот о чем говорил ведущий в тот раз правительство замешано мы на самом деле не видим призраков здесь их нету мы всего лишь дышались этого зеленого газа вот что это такое рядовой чарльз андерсон находясь в увольнении пребывал в нетрезвом состоянии и своим поведением порочил звание американского военнослужащего рядовой андерсон взял ввязался в пьяную ссору с другим военнослужащим но вот как раз таки да то что мы видели самом начале по мнению офицера произведшего арест ссора могла перерасти в публичную драку и потому были приняты меры по возвращению военнослужащих на корабль я понял мы оказывается пришли в то место из начала игры где были ребята день содержались окна и планом мы в принципе это уже посмотрели или нет мелкая кража сутки карцера дам это все видели но погодите нам сказали что все не то чем кажется может быть и этот тоже не то чем кажется что за хрень ты несешь при других обстоятельствах этот корабль был бы крутейшим местом для исследований серьезно вот уж нет вовсе нет сказала так то первая погрузилась как что-то фотка наверное сын кого-то из экипажа возвращаясь скорее папе получается это вещество это химическое оружие высвободилось каким-то образом утечка произошла и все охренели и подохли имя пациента джон паттерсон звание рядовое место рождение роулет техас и ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля общий срок службы в армии три года пять месяцев история болезни диагноз умеренный нервоз невроз точнее утрата трудоспособности не является результатом проступка наступила при исполнении служебных обязанностей имела ли место до поступления на службу нет состояние в данный момент годен к военной службе вероятность продолжительность а вероятная продолжительность временная рекомендации пациент должен находиться под пристальным наблюдением врача и явиться на прием через неделю факты таковы сегодня в лазарет пришел на прием рядовой паттерсон на смотре я заметил признаки сильного стресса и паники причем они же наблюдались у этого солдата в карауле на этой неделе я попросил паттерсона прийти сегодня ко мне так как полагаю что его паника сопровождается яркими тревожными воспоминаниями ранее ему удавалось продолжить нести службу так как после караульной вахты симптомы угасали он заявляет что эти симптомы для него крайне нетипичны рядовой паттерсон физически здоровый молодой человек 25 лет без известных медицинских показаний и с хорошим услужным списком во время приема он смог успокоиться тесты на речь реакцию памяти и принятие решения пройдено нормально рядовой паттерсон отметил что в другие дни симптомы не проявляется на сон и аппетит они не повлияли диагноз сильные панические расстройства подозрения на боевую психическую травму но в принципе ведущий сказал уже правительство политика может быть все таки так и есть мы просто видим галлюцинации которые основываются на нашем собственном опыте личном то есть вот джулия увидела алексов целую кучу и они друг друга дубасили стрёмный алекс добрый алекс хотя не понимаю почему сам алекс не видел алексов они вроде вместе убегали от них куда пришел погодите это это я я я пришел туда же что ли нечет не понимаю а я туда же зашел честно честнофиг не понимаю вот я иду джулия ты стоишь очень стрёмно вот просто не надо а ну вот мы до зашли с аптечка идем к джулии значит чё ты тут ходишь джулия у спрыгнуть это наша любимая иди посмотри смотри там внизу что на отделение а и место для генератора лестница обрывается кажется я могу стой я в норме спускайся а вот потом обратно забраться как господь чего смотри там это стой ты не видела ау так значит у меня глюки а у тебя нет значит так вот что я думаю этот корабль вез маньчжурское золото ну то есть на самом деле опасные реагенты верно и тут везде этот странный туман на всем корабли может это маньчжурское золото и может оно сводит нас с ума понимаете в смысле я точно видел какую-то хрень которая казалась такой реальной но вдруг ее не экипаж был чем-то до смерти напуган ничего не было ни на самом деле это все галлюцинации а с упавшим самолетом это никак не связано но может и был контакт может они наладили связь в общем как вариант о боже а может быть из-за самолета случилась как раз таки вся эта утечка нет просто предположение скромные ван линдон энджин варкс мотостроительный завод ван линдона роттердам нидерланды дизельный двигатель тра-ля-ля-ля-ля ну да повсюду этот зеленый дымок и скорее всего химикаты кто оставил книжку здесь да переворачивай смотри нет ничего открывай бич журнал команд машинного отделения 22.37 подтверждена команда вперед на 2.3 мощности увеличены обороты двигателя 23.10 подтверждена команда средний вперед выставлены стандартные обороты двигателя 23.45 лейтенант янг прибыл сменить меня на вахте двигатель работает на стандартных оборотах особых или действующих приказов с мостика и от старшего механика нет неполадок в машинном отделении нету лейтенант янг находится в здравом уме и твердой памяти к заступлению на вахту в 24 часа годен подписью джон г филлипс забавно да что нужно вот это вот все записывать постоянно и не дай бог ты не записал тварь такая 00 сменил лейтенанта джона филлипса на вахте в 00 осмотрел машинное отделение на предмет неисправности перед заступлением проверил оборудование и машины неисправности не обнаружены изучил предыдущие записи в журнале двигателя работает на стандартных оборотах новых приказов с мостика нет в 08 подтвержден приказ полный вперед корабль идет полным ходом 24 часа 024 подтвержден приказ самый полный вперед двигатель разогнан до максимальных оборотов 026 приказ от старшего механика выключить в машинном отделении все вспомогательное освещение и технику 0105 старший механик прибыл в машинное отделение для срочного осмотра просто взяли и погнали непонятно почему куда идти ты блин вот сюда может быть а знаешь чего хочу сухие шмотки вот и поболтали я бы хотел на их месте обувь вот это было бы замечательно что погоди а мы можем посмотреть на это кровищу и разрезанные провода здесь ничего не заюзать вот она работает что-то и я нашел слава богу он работает но слава богу нашли переключи рубильник и пошли наверх все пойдем наверх где тоже можно подняться есть электричество вырубилось но мы починили как слышно прием нужна помощь срочно какие-то существа на корабле пытаются нас убить прием есть работой есть 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 группа спасателей идет здорово опа походу они с нашей яхты притащили он еще работает там есть немного смеси на пару минут стоит его брать он тяжелый он будет нам мешать взять я тоже не понимаю и до сих пор не взяли оружие в руки хочешь меня убить да я сам тебе сейчас прикончу говори где это грёбанное золото я рассказал тебе трепло грёбанное заткнись закрой свой бога народ говно кусок брехло сраная захвали звали хлебала слышишь он же мертв потому что весь в дыбу в этом он почти глючит его отругал труп понес его куда то теперь я тебя любить ведь ты труп а я любить труп стоп все его понесло кувалда так это был он у у а давайте ребят четенько я нормально нажал да я нормально нажал и привод были нормально нажал они просто специально это сделали тащили бризер чули зря вы прятаетесь сути мягкие хотите захопать все золото тут же наверное целая куча на всех хватит а мы все сделаем так пытаетесь меня обрабушить да нормально я нажал да что-то за грёбанная игра я нормально нажал ты кривая вонючая игра и диалоги кривые и предметы дергается когда кадр переключается бесит безопасность скажешь да конечно эти двери способны выдерживать много никто из вас не изменится повернитесь не изменится вот так не менять не смеет что значит нет 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 не так никаких перемен все просто убери пистолет и никто не пострадает думаете я хотел убивать у меня просто не было выбора внутри нас я прав я же прав вот опять опять все переменился что что изменилось назад не лезьте в туман что здесь нет туман не вдыхайте не стоял там почему нельзя вдыхать туман ну блин да понятно все почему нельзя вдыхать как он действует он зло он изъявляет то что не должно быть живым уже внутри уже внутри нас все пожалуйста успокойся стоп стоп туман в кондо без нас убери пистолет слышишь офис выстрелит чего ты меня приказываешь да вы вдохнули туман только что я чувствую ладно там что-то было ладно я не знаю как подыграть наверное лучше хорошо да там и правда что-то такое было какая-то дымка или туман я знал говорил у тебя есть туман мы все немного стоп я не знаю что нет мы задержали дыхание нет мы не вдыхали мы задержали дыхание я знаю да ладно вы типа крутый дайвер но думаете я куплюсь мы здесь уже много часов вы тебя все это время не дышали и сейчас не дышите боже он во мне прошла я внахнул туман он во мне да я чувствую как он там вихрится меня меня внутри я не знаю что делать я не знаю что делать отвлечь нет нет я его не вижу с тобой все в порядке никакого тумана нет нет хватит врать ой сейчас он выстрелит кого-то из нас вы все видите его во мне я просто хотел его спасти вы просто врет туман внутри мне заживо эй чувак давай просто ладно нельзя я не знаю наверное можно было как-то спасти может быть и нет я пытался как мог зато у нас есть пистолет теперь да теперь если хмырь с кувалдой подойдет он сдохнет сразу что почему почему он не взял пистолет и не понимаю мне просто интересно что было бы если бы Конрад был с нами может там есть полезное оборудование постараюсь недолго подожди меня здесь оооу А, нет. Мистер Кувалда. Да твою мать! Я не понимаю, как сжать на эту хрень надо. Она же кривая, как жопа. Моя. Крышка трамблера у их босса. Я его видел. Надо идти за ним. Я видел, как тот чел и исчез сзади. Короче, он вдохнул тоже много тумана. Странно, мы здесь все одинаковое время, но с ума не сошли. Господи, что это? Какая разница? Нам нужна крышка трамблера. Вот. Он точно пошел туда. Вот, блин. Ну ты посмотри. Посмотреть на что? Я не понимаю, как мне сжать. Да я, блин, успеваю. Вот он. Я нажал. Как только эта штука появилась. Удивительно. Обалдеть. Тут что-то есть. Так, хорошо. Кувалду уронил. Ай, тупанули. Было бы лучше, если бы он вот в этой позе и умер бы. И так бы застыл. Разделились, да? А то они свою же фишку взяли и обломили просто. Где же ты? Где же ты, кувалдочка? Сзади, 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 сзади шел. Не верить? Мы в это не верить. Иди в дырку. Ты прачечная? Но ваши перемещения будут ограничены, что осложнит поиски Джонса. Ваша основная задача очевидна, но дополнительной задачей на месте является обнаружение Джонса с группой и возвращение их домой. Будьте бдительны и принимайте все меры для обеспечения личной безопасности. Родина полагается на вас, генерал Генри Л. Резнер, армия США. Совершенно секретно. Капитану Гарольду Фишеру. Гарольд, так, бла-бла-бла. Гарольд Том Уолтер. По данным разведки, сержант Джонс и пять бойцов из его взвода пропали во время разведоперации в районе водоочистной станции. Нам не удается восстановить контакт с группой. Ситуация критическая. Неизвестно, попали ли они в плен или вообще живы ли. Последняя известная позиция вблизи станции. Далее связь была потеряна. Станция хорошо охраняется. Вас будут ждать, разумеется. А, ну и вот, как раз таки, продолжение. Кто-то... Ни-нихрена. Чёрт! Жесть. Ох! Какие плотоядные крысы! Смотри. Вот бывает же везение. Я так понимаю, это боль... Они... Нападут, честно, на меня? Ладненько. Просто... О! Зачем надо так брать крыс? Надо просто их вспугнуть. Успел. О, успел. Как я успел? О! Как они так... Как они так успели уже забраться сюда? Зачем? Зачем? К чему это? Зачем ты это делаешь? Не страшно! Да у... Так, замечательно. Кто ты? Агрессия? Отойди от меня! Кто ты? Что? Ты кто? Я же... Я же вроде как ударить пытался. и вот это вот это вот это прям стрём это прям прям херня не страшная убить ой 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 что я делал я себя убил зачем он себя фигачит нет все сдох почему дакут но по крысе же по крысе просто отрезать ей голову чтобы она сдохла не продолжала рыться во мне почему как я мог подумать что он будет тебя пинать ножом будут уродство какое все алекс сдох я убил его ненавижу эту игру она ублюдская тупая и озвучена хреново диалоги дебильные че закал вообще происходит жмешь как надо крестик когда надо лет неправильно нажали хочу никогда не очевидно все что будет происходить когда выбираешь ли сраные выборы сдох алекс я убил его и все и так она отреагировал на смерть ну что попробуем и и и и и и и и и Это конец игры, что ли, или что? Не может это быть концом. Нет, это не конец. А, вот и Конрад, да? Его же чайки хавают. Платоядные чайки. Охо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. это конец и так это это была игра вот это вот что это было сейчас это все вот и все конец игры свободны ну пока что но вы всегда можете попробовать еще раз постараться добиться большего неплохая попытка кто-то выжил кто-то погиб все из-за вас нет все дело в решениях не так ли в решениях принятых в спешке в панике принятых не разумом но сердцем или наоборот решениях последствия которых могут проявиться не сразу но они безусловно проявятся всегда есть последствия что ж до встречи может в литл хоуп а может быть где-то еще но знаете мы встретимся это неизбежно а чё такое литл хоуп слушайте я ничего конечно не хочу все я уже пропустил я все пропустил я конечно ничего не хочу сказать игры делать сложно но нельзя же делать игры в которых когда дайте вот-вот начнется что-то начнется что-то разгораться стоп он выжил единственный кто выжил да но там сдохнет так то а нет помощь же да точно а это то что мы видели как раз таки не из того не всего это посудина прислала сос прямо настоящий корабль призрак о а это что а 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 и а little hope вот как раз таки они проиграли промолчили свою игру dark pictures little hope а все понятно в двадцатом году будет да это они сделали промо такое хитрожопая это лицо довольны я доволен оказался короче позади нас вдалеке на заднем плане был вот этот чувак хранитель понятно всем и все просто он наблюдал за этой истории что сказать я не знаю я что-то еще не понял ни хрена я понял да что это просто но просто это препарат глюциноген все мы походили чуть-чуть по коридорчиком ничего не произошло толком что это побегали постремались все вся тайна тут же слетела нафиг как только нам сказали что замешано правительство и все не то чем кажется вот я знал не надо брать странные подсказки и нельзя надо давать подсказки а не говорить прямым текстом что тут происходит бред какой-то что за подсказка взял и спойлернул мне урод кто его просил давать это более интересные штуки что больше интриговала они скорее даже а понятно ясно спасибо тем более там потом из сих документов мы нашли только одну записку который просто тупо все сразу объяснила и все дальше не особо интересно читать все эти тайны типа оу он полным ходом шел корабль и все вот это вот пофигу все же понятно все просто надышались глюканули и сдохли и даже на монстров от монстр не страшны когда ты знаешь что это просто глюки вообще пофигу двухголовый чел вообще не напугал просто он нелепый ну тот самый который с алексом встретился в конце он просто тупо нелепый и вот в этом вот особенно вот в этой части в этом эпизоде у нас с вами получилось то что выпали вот эти вот кретинские диалоги они как-то я не знаю кто виноват локализаторы виноваты в этом что-то звучало все так скомканно бита и неорганично то есть фразой не соответствовали друг другу то есть один говорит одно другой сразу говорит что тут внезапно другое они не реагируют как будто друг на друга и просто произносят свои реплики не связывая их друг с другом получилась какая-то каша и полное просто выбивание из атмосферы и и все еще закончилось так непринужденно и просто так хоп ну просто так вот закончилось все такое ощущение как будто знаете я посмотрел фильм вот допустим взять и парки русского периода их привезли на остров они походили увидели пару динозавров а теперь начинается путешествие на этих джипах и таки говорят нет полетели домой и полетели домой конец и всего то что там вот это произошло катастрофа всего этого нету просто вот то же самое тут ничего не было не хоть вот малейший намек на вот хоть такую жесть которая должна должна была происходить все это просто из просто вот в никуда слили просто они уехали окей и все блин ну не знаю может быть конечно если сейчас буду перепроходить эту игру там будет совсем другие события все изменилось я не знаю как этот чел говорил хрен знает но пока что очень все посредственно уж простите но так оно и есть непосредственно и слит а слит потенциал на мой взгляд и очка криво сделано диалоги меня просто особенно возмутили и кривизна управления вот серьезно ты клацаешь она нихрена не реагирует ну или реагирует но не в тем ну короче вообще и решение как всегда это это проблема не только этой игры но всех игр у которых есть возможность выбирать какие-то действия проблема в том что написано одно а получается совсем другое надо не за расписывать решение полностью взять и как в случае с алексом я не не выбирал пырнуть себя ножом ну какой дебил будет пырять себя ножом вот ты увидел себя крысы даже если из тебя крыса вылезла ты что будешь бить себя ножом ты крысу будешь бить ножом вот я и подумал что крысу надо бить ножом ладно ладно наверное надо уже на ваш суд все это выставить как вы думаете стоит ли попробовать перепройти эту игру получить что-то другое да нет нет да может быть олю позвать все-таки реально на эту тему вместе с ней поиграть чтобы был было какое-то другое прохождение с другим восприятием что вы об этом думаете пишите ставьте лайк знаете честно скажу он бесит на самом деле но я честно скажу что когда я вижу что подыхает персонаж я не такой не болен что мне жалко его а я вас понимаю что сейчас в комментариях на бегут на меня люди которые такие ну какой ты тупой вот и вот это сделал ты вот не так сделал они же насмотрелись тысячи прохождений в других местах других каналах и такие уже знают что произойдет и как это действовать и вот я чувствую себя дайте как будто я такой напортачил перед людьми нет бесит это ощущение пошли в жопу честно я хочу играть так как я играю получается не получается неважно я хочу чтобы мне было жалко персонажи по-настоящему мне жалко этих ребят они тупые они тупые и неинтересно прописано в них нет ничего интересного это 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 плохое составление сюжета плохой сценарий вот просто я сейчас просто в говно и чувствую эту игру на реально она реально как-то так ну как-то так ну не так не так вот крутой был сюжет в конечных мертвецах самый первый первом сезоне мы второй был неплох вот там были прям реально крутые сюжеты по трогательные потому что сюжет круто написано что на сценарий хорошо прописан персонажа хорошо прописано здесь просто пустышки пустышки которые просто побегали по подыхали и свалили часть из них чтобы эти персонажи были крутыми и было и жалко нужно во первых мало того что их предысторию какую-то рассказать но еще и чтобы их внутренний мир который вот их опыт жизненный которые они уже прошли неважно богат он или нет каким-то образом соприкасался с тем что происходит на корабле то есть они должны какие-то свои внутренние штуки встретить своих внутренних демонов встретить были на корабле и с ними справиться либо им проиграть и тогда бы и дайте и чтобы всегда вот их цель была где-то вот рядом достигаемая и чтобы их взаимоотношения были настолько закручены чтобы ты понимал что вот этот человек сдох и теперь вот этот персонаж потом будет таким-то таким-то он так-то будет страдать из-за этого и даже вот единственное что было это по сути умер алекс да ладно конрад по кондороду поплакали по всем остальным нет при том что алекс который сдох он является братом бреда и парням джулии никто из них никак не отреагировал джулия а поплакала только по человеку который возможно еще жив то есть и настолько было плевать на алекса что она так только вот вот у нее брат есть она позже переживает понятное дело что должна переживать за него но вот все это время вот она знала ей прямым текстом сказали вот он сдох он себя зарезал них у реакции брат его брэдли никакой реакции че закал как можно так писать история за пленка у ставлю 10 калов и здесь короче нет я чувствую что не нужно было просто высказаться по поводу это я просто выпуская видео по этой игре вижу как у как многие многие из людей умничают просто и это прям реально раздражает по-человечески раздражает то есть я еще должен париться из-за того что типа из этих персонажей когда они сами за себя не парятся но какого фига вот я сказал свое мнение высказался пишите ваше мнение но мы заканчиваем с вами может быть я перепройду эту игру чтобы просто поугарать вместе с олей что кроме угара здесь ничего особо то и нет ну да пару раз можно дернуться но и и не более огромное спасибо что смотрели и надеюсь что вы разделяете мое мнение на самом деле я надеюсь что вы правда разделяете мое мнение потому что мне хочется чтобы мы с вами все-таки были на одной волне как это было всегда но это в общем мы с вами прощаемся с вами был юджин огромное всем спасибо что смотрели подпишитесь на канал если вы хотите детальных разборов игр которые у меня есть чтобы был детальный анализ сюжета попытка вжиться в роль вот реально это одна из них многих игр которые даже не было очень трудно вжиться в роли персонажа потому что но я совсем был я совсем вот не в не чувствовал всего этого вот совсем как только были малейшие на миг на то чтобы вот я вот сейчас проникнусь игрой мне тут же обламывали по ни хренью ладно ладно если вам понравилась игра это круто мне нет спасибо вам всем большое еще раз что составили мне компанию забывайте про все соц сети которые у меня есть они все в описании будет зацените другие прохождения других игр у меня их целая куча и все ссылки будет также в описании вы можете зайти на мой канал там вообще все рассортировано по жанрам целая куча плейлистов тысячи тысячи плейлистов для в доску своих крутых игр которые прям меня зацепили за душу которые и вас зацепят если вы посмотрите их откройте их для себя например the witness обязательно посмотрите мое прохождение античеймбер посмотрите to the moon посмотрите потому что мне там еще есть крутое сома просто потрясающая игра была пенумбра и так далее все эти игры обязательно к просмотру вашему заходите и смотрите все будет на канале все очень удобно для вас сделано в разделе просто вот на канале там все раздел есть прям у вас перед глазами заходите смотрите заслаждайтесь спасибо большое за тепло за поддержку за любовь с вами был юджин и все 5